Микс Ньюс В гости в студии у нас сегодня Полина Попейко, студентка 6-го курса медицинского факультета Рижского университета имени Страдыня Доброе утро! Доброе утро! И Габриэла Кронберга, студентка 4-го курса этого же факультета, да? Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, о том мероприятии, которое запланировано у вас на 17 мая, прежде всего что это за событие, я так понимаю, что оно уже второй год будет проходить. Как оно называется для тех, кто... Когда, во сколько и где, да, для начала Мероприятие называется Зейношундрож Оно пройдет в эту пятницу с 2 до 7 на детской площадке по улице Барона, на территории спорткомплекса, школы на детской площадке. Вот И да, во второй год мы уже проводим это мероприятие и само мероприятие состоит из 8 станций в этом году. На каждой станции будет рассказываться какая-то своя тема например, первая помощь, неотложная помощь безопасность дома, в лесу на дороге, на пляже и взрослые и дети, и отдельно взрослые, отдельно дети, они могут проходить эти станции собирать штампики за каждую пройденную станцию, отвечать на вопросы, практиковаться на манекенах, реанимация, компьютеры, все что можно вот, и когда они пройдут все эти станции, они получают призы от наших спонсоров. 672-12-939, 672-13-939, телефонный прямого эфира, звоните нам, пишите нам в WhatsApp, в WhatsApp 2061-91. Если вы родитель, и у вас есть дети, обязательно приходите, я так понимаю, в пятницу, 17 мая вместе с своими детьми, могут и просто родители прийти, да, чтобы как-то повысить качество своих знаний о безопасности ребенка. Ну, не о своей безопасности-то, в общем-то, клещи-то все равно, кого кусают, и реанимация, первая помощь нужна все равно всем. А как появилась идея провести подобное мероприятие? На самом деле получилось достаточно случайно, это была моя идея в прошлом году сделать, и вот я придумала, я пообщалась с профессором, которая была ментором, кружка по педиатрии у нас в университете, и она президент Латвийской ассоциации педиатров, профессор Илза Гропе. Мы с ней поговорили, ей понравилась идея, я попросила кого-то помочь, помогала мне еще одна девочка, и мы так сначала, ну, 200 человек, ну, хорошо, ну, 300 человек, ну, 500 человек. Да, 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 потому что, ну, мы как бы студенты-медики, мы ничего не умеем этого делать, ни организовывать, ни меди, ничего. Можно сдача лечить, конечно. Да, ну, как бы в лучшем случае мы можем еще общаться с людьми, в принципе, вот это вот общение с людьми, оно все выросло в то, что в прошлом году у нас было примерно 800 детей и 400 взрослых. Более тысячи человек туда пришло на место, мы четыре часа с ними работали, и это было просто великолепное мероприятие. А вот когда такие мероприятия организовываются, особенно масштабные, и особенно тогда, когда ты не можешь предсказать количество людей, то есть оно приходит, пришли в два раза больше почти, да? Ну, мы потом уже считали, что около тысячи, наверное, будет. Как вы это считаете? Я не могу сказать, как вы это считаете? Ну, я так понимаю, там по станциям понятно, какая проходимость, да? А никогда не понятно, какая проходимость, сколько людей придет на площадку, какая погода, захотят ли они участвовать и так далее. Честно, мы общались просто с маркетингом, людьми, которые в этом вращаются, и они нам предложили. Так я не знаю, как вычитывать количество людей на мероприятиях. Честно, вообще не знаю. Мы потом уже считали постфактом, сколько мы пришли. А форс-мажоры какие-то, форс-мажоры, то есть это все-таки там более тысячи человек, хотя рассчитывали на меньшее количество... Честно, ничего. Мы прикрыли себя со всех сторон, у нас была полиция, у нас была дежурила школа о помощь, у нас было застраховано мероприятие, и ничего из этого, в общем-то, и не пригодилось. Нет, скорее, не в смысле, что там пришло нашу буярить, да? А просто, допустим, что-то не подрасчитали, какую-то информацию не додали, может быть, да? И исходя уже из этих ошибок, вы, например, в этом году делаете чуть-чуть по-другому. Мы немножко больше работаем с медиа в этом году, потому что в прошлом году мы не можем, как студенты, мы еще не учились всему этому, это же все нужно знать, это же такое дело важное, сложное. Вот, поэтому в этом году мы чуть больше о себе говорим в прессе, и пришли к вам. Габриэла, я так понимаю, что если Полина уже второй год, да, она является основателем-организатором всего мероприятия, то вы вот только-только подключились. Вы в прошлом году были помощницей, или откуда узнали, как заинтересовались, почему? В прошлом году я тоже была в кружке педиатрии, и тогда я узнала про это мероприятие. Мне показалось это мероприятие очень актуально, потому что в Латвии очень много дети страдают от травматизма, и я решила тоже участвовать. И в прошлом году я участвовала, я была в станции, в станции про защиту детей на дороге и в игровых площадках, и тогда всякими интерактивными методами мы рассказывали родителям, как предотвратить травматизм как раз вот в детской площадке. Вот, и мне очень понравилось это мероприятие, и в этом году мы как-то с Полиной разговаривали, и вот я решила тоже больше подключиться, больше участвовать и помочь. Какие, вот на данный момент по статистике, может быть, какая-то есть, наверняка есть травмы наиболее частые среди детей, допустим, дошкольного возраста? Угу. Латвия вообще занимает шестое место в Европе по травматизму, и самые популярные травмы, такие из серьезных травм, это когда дети тонут. Еще очень популярные травмы на дорогах. Латвия по травмам на дорогах занимает шестое место, и также очень-очень популярные травмы как раз вот когда дети, всякие ожоги. Например, если ребенок горячую кружку обронил на себя, или, например, отдыхает на природе с родителем, и вот получаются какие-то ситуации, что, например, касается гриля. Костер там же. Да, или костра тоже. Да, и сейчас начинается, в принципе, сезон уже таких выездов на природу, и поэтому, я так понимаю, привязано это мероприятие, да, то есть акцент будет все-таки и на мероприятия под открытым небом, которые достаточно опасны для детей. Вот эти, скажем, травмы, которые получают дети, насколько часто в них виноваты родители? Потому что есть дети достаточно уже, может быть, и взрослые, ты не будешь за ними там ходить по пятам, да, свечку держать каждую минуту, и тем не менее, все равно они попадают в какие-то ситуации. То есть вот насколько часто это вина родителей, может быть, это просто происходит из-за незнания детей тех же самых, ну, каких-то способов там как-то безопасить себя? Наверное, 50 на 50, потому что нельзя сказать, что двухлетний ребенок там что-то не знал, и поэтому он так сделал. Это все-таки, ну, еще такой возраст, например, когда он должен знать вроде как, учить его нужно, и все. Но при этом, да. Мы работаем в детской больнице, и поэтому мы очень часто видим детей, которые травмировались, ожоги, и все. Например, самая банальная ситуация, когда в одной руке ребенок, в другой руке кофе, и звонит телефон, и случайно это кофе оказывается ребенке, это происходит чаще, чем оно кажется. Поэтому, наверное, 50 на 50. С маленькими детьми очень часто, когда родители просто не доглядели. Да и со старшими детьми просто нужно учить, повторять, направлять, показывать. Ну, по сути, вот в большей степени все сводится к вниманию, фокусу родителей, да, который рассредоточен, может быть. Это тоже, да, конечно. Но нужно же еще понимать, что родитель не только он должен, как Цербер, следить за ребенком, не делай, не иди, стой, и фу, кака. Он же должен еще рассказывать о родителе. Нет, мне кажется, если говорить о вашем мероприятии, да, таком образовательном, то оно будет более полезно родителям, потому что, насколько вот я помню себя, у детей отсутствует абсолютный инстинкт самосохранения, особенно в детском возрасте. Там, мы забираемся на самые высокие деревья, мы прыгаем с крыш, и ребенку тяжело объяснить. Он у некоторых взрослых отсутствует, честно говоря, про детей. Но у взрослых он наверняка должен появляться с рождением ребенка, по крайней мере, это та ответственность, которую ты уже несешь не только за себя, но и за свое чадо, да. С какими вопросами к вам, может быть, подходят родители? Вот, Габриэла, вы работали на станции, которая отвечала за безопасность на детских площадках, на дорогах, да. Что волновало родителей, о чем они не знали? Родители очень часто спрашивали про всякие защитные методы, например, про правильный шлем, как выбрать правильный шлем, или как правильно защитить колени. Еще, поскольку наша станция была тоже связана с защитой на детской площадке, это тоже было и батуты, очень актуальная тема была батуты. Это нас, может быть, сказать, чуть-чуть удивило, но сейчас батуты очень популярные становятся. Многие родители как раз интересовались, как там правильно прыгать, как обезопасить больше своего ребенка, можно ли вообще пускать ребенка на батут. Были такие вопросы. Вот про батуты, на самом деле, это такая достаточно больная тема. Мы в прошлом году, в прошлом лигам с моим ребенком, ей было тогда полтора года, ну, два, около двух лет было, мы попали в травматологию, нам вправляли кисти руки и сказали, что самая популярная травма на батуте. То есть она прыгала, прыгала, да, упала назад и руку поставила, так как у них косточки очень тоненькие, все это как-то вывихнулось. Нам это вправили за 20 секунд примерно и сказали, что мы примерно сотые сегодня, то есть это такая очень популярная травма. И, в принципе, конечно, нужно обязательно сказать всем родителям, если ребенок маленький, это просто очень популярная травма. То есть можно там с шиной проходить целый день, но все равно, и там пройдет, пройдет, сейчас мы потрем, и все равно придется их в травматологию вправлять. У вас книжки распространяются на этой площадке? Вот у нас лежат. Девушки привезли нам две книжки, причем как на русском, так и на латышском языке, называется «Зинаш Сундру», что, наверное, на русский будет правильнее перевести как «Осведомлен» значит «Обезопасен». Да, ну да. И которая, в принципе, рассказывает о том, как, я так понимаю, себя защитить, об оказании первой помощи, в том числе. Да, кстати, детям интересно, с какого возраста они проникают с этим? У нас есть на станции по неотложной помощи манекена, в которых можно тренироваться неотложной помощи, массаж сердца и все. И у нас даже есть фотографии с мероприятия, где дети буквально трехлетние учатся этому делать. Но никогда же не знаешь, когда это тебе пригодится. Может, ты выучишь это в три, а используешь это в восемь и так далее. Может быть, он сможет потом позже рассказать кому-то повзрослее, посильнее, как это сделать. Поэтому мы стараемся, во-первых, два принципа мероприятия, когда мы его придумывали. Во-первых, что у нас будет и на русском, и на латышском, потому что нам важно не только говорить на государственном языке, а донести до всех на понятном им языке. Придут англичане, мы и на английском это все расскажем. Потому что главное, чтобы они это поняли и знали. А второе, у нас нет такого, что вот мы приглашаем только родителей, если у вас там есть дети, приводите их. Нет, у нас такого нет. Мы стараемся говорить и с бабушками, и с дедушками, и с родителями, и с детьми разного возраста. У нас есть на станциях занятия, задания и для маленьких детей, и для детей постарше. Мы стараемся со всеми говорить на им понятном уровне. Может быть, для маленьких совсем детей, например, говорить про вакцинацию будет еще рано. Но мы можем им рассказать, почему этого не нужно бояться, и почему это хорошо. Кто составлял эту книжку? Студенты. Она очень классная. Она на самом деле настолько наполненная, и настолько тут и инфографика, и рисунки, и картики. А когда вы это делаете? Это ваша, может быть, какая-то проектная работа? Это входит в... Или это чисто энтузиазм? Вместо экзамена по социальным знаниям. Да. Это книжка с учебами. Но еще выходные. Это кто учитывается при вашей учебе или нет? Это потом может учитываться при поступлении в резидентуру на интервью, когда мы просто будем общаться. О каких-то видимых пунктиках, типа, мы молодцы, вот вам десятка за экзамен. Таких нет. Просто энтузиазм. Хорошо. Я знаю по студенчеству, что цветут каштаны – катастрофа в университете. Это значит, что приближается сессия. Вот цветут каштаны, приближается сессия, а у вас мероприятие. А через пятницу мероприятие, а через девять дней после мероприятия у меня государственный экзамен, я заканчиваю шестой курс. Это последний курс? Это последний курс, и это выпускной экзамен, который нужно сдать. Мы желаем вам удачи. Спасибо большое. Но на самом деле, насколько... Почему энтузиазм остается? То есть делать второй год, жертвуя своим свободным временем, при этом не получая никаких бонусов дополнительных в плане каких-то там оценок. Появляется знакомство, появляется очень гандаримс. Приятно осознавать самой то, что ты вот такое вот сделал. И, в принципе, мы и хорошие-то отзывы от людей вокруг получили, но и сами студенты мне потом рассказывали, что было приятно быть услышанными. Вы как будущие педиатры, вот Габриэла упомянула статистику, затронула о том, что мы шестые в Евросоюзе, да? Я понимаю, по детскому травматизму. Но можете ли вы предположить, почему? Мы думаем, что один как раз из фактов, почему так происходит, как раз из-за того, что родители слишком мало информированы. Бывают какие-то случаи, когда родители, если, может быть, они чуть-чуть больше знали бы, тогда они могли бы предотвратить всякие ситуации. И это тоже один из факторов, почему мы создаём это мероприятие, чтобы люди больше нас услышали бы. И, может быть, знаете как, может быть, 10 услышат, а 2 поймут, отзовутся, и, может быть, кому-то это спасёт жизнь. И мы считаем, что это очень важно, говорить про это. И, может быть, эти травмы после нашего мероприятия тоже по статистике спадут через пару лет. — Сколько организаторов, сколько волонтёров в этом году принимают участие в организации вот этого мероприятия? — В прошлом году мы организовывали, в общем-то, вдвоём с ещё одной моей коллегой Лояной Вейтуала. И у нас были уже почти 100 человек на станциях работавших в этом году. — Это добровольцы, по-моему. — Да, добровольцы. — В этом году у нас 4 человека, и у нас ещё чуть-чуть больше людей. Я сейчас не могу сказать точно, потому что… — Ну, 10-10, это, наверное, 15. — Это тоже студенты? — В основном это студенты, плюс это врачи из детской больницы, плюс это резиденты. И в этом году мы ещё работаем вместе с ЦСДД, и мы работаем с антидопинга Бейройс и Латвии Соломпийской Вене. У нас будут спортсмены профессиональные, которые будут рассказывать детям про нагрузку, про то, как с этим разбираться, какая правильная нагрузка. Но вместе с нашими студентами, везде наши студенты. — Это колоссальная работа проведена, то есть это нужно связаться со всеми, там, с ЦСДД, с всеми Олимпийскими, со всеми инстанциями. Они достаточно легко идут на контакт? Готовы они предлагают? Или есть у них? — Есть два варианта. Есть в основном это государственные организации, которые готовы, и они хотят, но они не могут нам давать денег, но они стараются с нами участвовать в мероприятии и помогать нам информацией. Инфографики мы туда вставляем, страницы были в прошлом году разработаны со службы неотложной помощи. Они стараются нам помогать, как они могут. А есть спонсоры, которых мы уже заинтересовываем с той стороны, которые нам помогают. Все это происходит, мы все это организовываем совершенно бесплатно, нам никто не платит ничего. И все, что мы получаем, это подарки от спонсоров, которые, не знаю, там, бутылка воды какие-то, конфеты, еще что-то, которые мы раздаем детям, ну и потом даем нашим студентам тоже вместе с благодарственной грамотой за то, что они участвовали. — Но все люди, которые принимают участие со стороны организаторов, ничего за это не получают. — Да, да, ничего, это полностью бесплатно. — А можно манекен, например, привезти откуда? Это берется просто из... — Это берется из университета, это договаривается, это... Ну, как бы мы идем, организовываем это от университета, страдание от нашего университета, и мы договариваемся о том, что нам это разрешили, мы берем это все под свою ответственность, мы это страхуем, чтобы у нас все было хорошо. — А что-нибудь ломали? Взяли голову, отломали, например? — Нет, 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 в прошлом году не было никаких таких случаев, что что-то сломалось. — А между собой, насколько легко решаются ситуации? Такие конфликтные ведь бывают, и достаточно такие тяжелые в плане организации, и договариваться-то нужно. — Мы ругались, честно говоря, мы не ругались, у нас прекрасная команда. — Хочешь поругаться, иди поучись. — У нас прекрасная команда в этом году, и мы не ругались, у нас не было конфликтных ситуаций, и мы как-то просто все какие-то проблемы или какие-то непонятки решали, просто разговоры, обсуждали, да, пока что не было никаких проблем. — У нас не было каких-то разногласий. В принципе, просто понятно, к чему это все должно идти, и это в любом случае туда придет. Мы или так это сделаем, или так это сделаем. — Ну, хочешь поругаться, иди поучись, вообще можно выбить горящими буквами где-нибудь. — Ну, а правда, не было таких ситуаций, я даже не могу сказать. — Но такая организация, это всегда очень большая ответственность со всех сторон, то есть это нужно просто начать и довести до конца, при этом имея в качестве стимула и мотивации, просто стимул и мотивации. — Бывает ли, что ты понадеялся на человека, он передумал, не захотел, не пришел, отказался, а потом ходит в университет и глаза прячет? — Конечно, такие ситуации бывают, но мы рады, что это нечасто случается. И были, конечно, пару людей, которые отказались участвовать. — В прошлом году у девочки собака рожала в этом мероприятии. Но мы как-то очень быстро мобилизируемся, если что, нету так, что у нас совсем мало людей было бы, у нас хватает. Если что, мы сразу их как бы мобилизируем, и работа происходит, и все в порядке. — Девушки, у меня к вам личный вопрос, как к будущим педиатрам, да, вы, наверное, знакомы с той ситуацией в здравоохранении, которая существует в Латвии. Это множество проблем, начиная с оплаты труда медиков, заканчивая нехваткой персонала. Несмотря на это, когда вы поступали, мне просто интересно, чем руководствуются люди, помимо огромным желанием помогать. Вот на момент вашего 18-летия, когда вы окончили школу и поступали в ВУЗ, вы знали о том, что это одна из наиболее, ну, может быть, проблематичных отраслей в нашем государстве? Задумались ли вы об этом тогда? — Вот они сейчас загрустят. — Нет, 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 нет. — Мы же недели на экзамене, мы обсудим, надо ли мы в ВУЗ. — Видите, вы сейчас что-то рассказали. — Это одна из, вот знаете, как можно смотреть на огонь, на воду и обсуждать, а надо ли вам все было. — Тогда, наверное, было еще непонятно, потому что у нас не было, не знаю, по крайней мере, у меня не было какого-то тесного общения с больницами, я никогда не была в больнице и не лежала. — И, конечно, когда начинаешь проводить там больше времени, начинаешь работать и понимаешь это все изнутри. — Общаться с врачами, с сестрами, которые перерабатываются, две ставки, это тяжело. — Я не знаю, мне кажется, в моем случае это, наверное, такая полочка, которая, ну да, там что-то есть, давайте мы ее прикроем. — Как у вас? — Мне кажется, что просто можно, я для себя думаю, что да, это все, оно так есть, но я буду стараться как-то, как-то нужно это все разбираться, нельзя же просто смотреть на эту проблему. Для себя ее нужно решить. — Да, у меня очень похожая ситуация, я когда поступала, я про это не думала и не была достаточно информирована про ту ситуацию, которая происходит в Латвии, и я очень давно хотела с детства стать врачом, и, конечно, когда я поступила, начала уже учиться, тоже потом работать, уже, как сказать, эта ситуация была уже, начала, как сказать, проявляться. — Да, 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 но я стараюсь, например, про это не думать и все равно идти, как бы сказать, к твоей цели. — Ты бы поменяла бы сейчас, честно скажу, ты бы сейчас поменяла свой выбор, ты бы не пошла к нему? — Честно говоря, я, наверное, не поменяла бы, потому что медицина — это мое, как сказать, призвание, и я не знаю, чем другим я еще хотела бы заниматься, но я понимаю, что в жизни всяким можно случиться, и я все равно планирую, конечно, закончить университет, и тогда уже смотреть, как дальше жизнь повернется. — Ну, надо пойти в коучи. — Отсюда вопрос, да. Мы общались не с одними медиками, в том числе, которые представляют службу неотложной медицинской помощи, мне кажется, это одна из самых стрессовых работ, да, и тем не менее, есть вариант, эти люди тоже люди призвания, которые говорят о том, что если не медицина, что тогда, но они рассматривают вариант, допустим, разочаровавшись в своей заработной плате и во многих других условиях работы, они рассматривают вариант уехать, там, активно учат немецкий язык, уезжают в Германию, уезжают в Скандинавию. Возможно, вы думали о том, чтобы окончить вуз и тоже переехать, да? Вы как-то свою дальнейшую судьбу с Латвией видите? — Или ехала бы я сейчас, скажем, в Германию, смогла бы ли я организовать такое мероприятие, смогла бы ли я разговаривать с людьми? Мне кажется, что в нашей небольшой стране все-таки проще стать каким-то более особенным человеком, быть специалистом своей, может быть, более узкой отрасли и, ну, найти какую-то свою такую нишу. Мне кажется, что в той же Германии, в которую переезжают, ну, так много людей со всей страны, ну, быть тысячным врачом, который откуда-то приехал, возможно, да, зарплата, конечно, там лучше, но там же и больше траты, при этом ты будешь просто одним из тысячи, которые там есть. Мне так не очень хочется. — А здесь вы на весь золото. — Ну, еще рано об этом говорить, но я стараюсь что-то делать. — Знаете, как сказать, где родился, там и пригодился. — Да, я полностью согласна с Полиной. Такая же ситуация. Я сначала, когда вот первые годы поступила, я тоже учила язык, думала, поеду, закончу, может быть, поеду, больше возможностей. Да, была такая идея. Но все-таки вот в течение учебы у меня поменялись мысли. Я тоже думаю, что все-таки в Латвии можно себя реализовать, даже как молодому специалисту себя можно реализовать. И, конечно, все равно, если ты работаешь и стараешься, тоже можно и заработать на жизни. — Вы все-таки педиатр, ваша работа связана с детьми. Вот у меня всегда к таким специалистам, врачам один вопрос. Вам не страшно? Ну, вот они маленькие, он вообще непонятно, что хочет. — И вообще непонятно, взрослый хоть скажет, что у него тут болит, а он же просто лежит и кричит. — Габриэла работала в реанимации для младенцев. — Да, я работала в инвестициях. — Вот эта часть с ваками. — Ладно груднички, но они же там совсем крошечные, там же от ребенка только треть. — Я работала, я сейчас больше не работаю уже, но я работала какое-то время в интенсивной терапии и реанимации новорожденных в детской больнице. Ну, конечно, я скажу честно, когда я начала работать, было очень страшно, руки тряслись, и были очень неотложные ситуации. — Например, с чем вы сталкивались? — Была одна ситуация, я стояла у младенца, мы просто с сестричкой там убирали кроватку, и вдруг вот буквально в течение пару секунд ребеночек посинел, и все, остановилось сердце. Нам надо было сразу помогать, реанимировать, все врачи бегут, все. И вот эта ситуация стрессовая, что даже в самой спокойной ситуации может что-то такое неотложное случиться. Да, и работа была очень волнительная, но плюс в том, что все-таки ты работаешь, ты начинаешь на жизнь по-другому смотреть, и тоже все-таки со временем чуть-чуть привыкаешь тоже к этому, и понимаешь, что твоя работа очень важна, важна, что ты можешь помочь, особенно такому золоту, как дети, и это тоже мотивирует. — Вот у меня еще вопрос Габриэля будет, потому что, в принципе, когда человек попадает в шоковую такую ситуацию, в какую-то стрессовую, он сначала ловит клин, как я называю, как суслик на фаре, да, то есть он стоит, у него нет вообще никаких, в принципе, эмоций. Почему очень часто люди в экстренных ситуациях ведут себя неадекватно, да, там в сухом джейте, там, я не знаю, чемоданы хватали, кто-то бежит, кто-то ложится, кто-то стоит, кто-то не кричит, например, да, это когда надо кричать. А потом, когда вот это проходит, вот уже включается, ну, механизм спасения какой-то, у врачей нет времени вот на этот шок, по сути, они не могут, кстати, смотреть, ой, да. — Отличие наше от простых людей, то, что мы, наверное, зачастую знаем, что делать, хотя бы с чего начинать, вот, не знаю, посинял ребеночек, нужно начать массаж сердца, а потом уже параллельно идут какие-то мысли. В принципе, об этом мы тоже говорим в нашем мероприятии, да, там, не знаю, лежит человек без сознания, что делать, а, остолбеней, все, стоять. — Ну, после прочего, алгоритм, да, четкий, вот, да, а есть четкий алгоритм, который расписан тоже в нашем буклете, о котором мы говорим на наших станциях, что делать, и пока ты это делаешь, просто механические четкие действия, уже можно бояться, трястись, звать на помощь и так далее, но просто нужно знать, с чего начать, это самое главное, тогда не будет этой дурацкой паузы. — Да, так есть, может быть, пауза у врачей буквально на секунду, когда ты просто, такое чувство интересное, что как бы душа в пятки уходит, но это буквально на секунду, тогда ты понимаешь, что ты должен сделать свою работу, ты должен помочь, ты должен спасти, и тогда ты быстро начинаешь делать, начинаешь, ну, по алгоритмам действовать. — Знаете, мне кажется, ваше отличие от врачей других специальностей в том, что между вами и пациентом есть посредник, это его родители, да, и… — Не всегда. — Ну, вот если мы говорим, может быть, о детях более раннего возраста, да, то коммуникацию вы ведете с родителем о том, что случилось, или о причинах, или потом, что вы сделали, или не сделали, когда ребенок, допустим, еще не может. — Не всегда есть родители рядом, и не всегда родитель сам знает, и не всегда родитель хочет об этом рассказывать. Может быть, он совершил какую-то ошибку, о которой он не хочет рассказывать. — Есть такие случаи… — Есть и такие варианты, поэтому всегда нужно, конечно, слушать родителей, или опекунов, или нянечек, кто был рядом, но и нужно самим смотреть, слушать, наблюдать за ребенком. — Родители стесняются показаться рассеянными, как в этом… глупость какую-то или какую-то ошибку. Ну, мы же все боимся на самом-то деле ошибочек. Вы не осуждаете? Вы рассказываете про частые случаи кофе. Нет, мы вообще не осуждаем, потому что мы понимаем, что, конечно... Осуждение ничего не поменяет. Ничего не поменяет. И, к сожалению, бывают ситуации, но бывает в жизни, как сказать, и ни в коем случае мы не можем осуждать. Мы только можем поучить, подсказать, может быть, в следующий раз действовать и вообще рассказывать, как нужно действовать, чтобы предотвратить ситуации. Но нет, ни в коем случае мы не осуждаем. Осуждение – это такое дурацкое чувство. Оно ничего не даст, оно ничего не поменяет. Оно не научит этого человека как вести себя в следующий раз. Оно и тебе ничего не даст. Просто сидеть и бухтеть, но... Поэтому, в общем-то, мы и занимаемся всей этой организацией, потому что мы просто хотим, чтобы люди знали. И тут такие банальные зачастую вещи, как, не знаю, как обезопасить дом от ребенка, как... Расскажите, вот для нас, для наших слушателей наверняка... Вот пять, да, может быть, наслышают родители, у которых есть маленькие дети, что делать, что клеить, куда что прятать. Вот каких-то, да, может быть, пять пунктов, чтобы... Понятно, что можно говорить о безопасности дома достаточно бесконечно, да, но есть может очевидные вещи, чем вы сталкиваетесь. Так невозможно обить дом ватой, чтобы все было максимально children-proof и все. Он и там найдет, где ногу сломать. Он везде найдет. Просто нужно... Тем не менее. Провода на полу нельзя, кофе и всякие эти штуки нельзя, чтобы они... Ну, нельзя допустить этот ожог, чтобы нельзя было это стянуть на себя, перевернуть на себя, потому что это очень часто. Лекарства нужно прятать, бытовую химию. То, что, ну, да, он там может бежать, подскользнуться и упасть, но он может бежать, подскользнуться и упасть совершенно в любом месте. Это же невозможно сделать так, чтобы все было максимально безопасно. Какой-нибудь... Нужно просто посмотреть на мир с высоты ребенка и посмотреть, что вот самое будет опасное. Все эти углы какие-то. Просто вот сесть на пол и посмотреть по сторонам, чтобы вот такого вот это... Нельзя все сделать максимально детское безопасное, но просто можно убрать самые тяжелые варианты, когда ребенок выпивает какое-нибудь средство для очистки труб, которое налито в бутылку из-под воды и стоит на доступном месте. Нельзя, чтобы стояли вот эти горячие напитки, сковородки и так далее, чтобы можно было это на себя переворачивать. Открытые розетки. Я сама в детстве чудесным образом засунула гвоздь в розетку, меня стукнуло, я только через 10 лет вспомнила, откуда я этот гвоздь нашла. Кто я? Кто я? Ну, у меня все розетки дома всегда были закрыты. И ну, как-то вот я нашла этот гвоздь и почему-то я его засунула в эту розетку. Невозможно все обезопасить максимально, но можно ребенку тоже рассказывать, почему это горячо, почему это не надо, почему это вот не надо ссувать гвозди в розетки. Да, но это все равно не всегда работает, потому что у меня, например, двое детей, я просто в больницах бываю регулярно с самыми разными ситуациями, но одна у нас была вообще по поводу розеток, то есть мы их закрывали и все, и у меня ребенку было там 2,5-3 года старше, и она взяла и засунула, умудрилась все равно открыть ее и засунуть туда шпильку для волос. И я так испугалась, и она стоит такая и боится. Я понимаю, что она почему-то дома в новых резиновых сапогах, то есть она заземлилась, она их решила померить. А раз она надела сапоги и сделала уже бунт, то есть она дома уходит в обуви, так и я еще, видимо, шпильку в розетку засунула, то есть она как бы и нарушила, и заземлилась. Вот, ну что рассказывай детям, почему можно надевать резиновые сапоги, когда мешаетесь в розетку. Либо на сетку земли, да, где резиновые сапоги, и делай что-нибудь умное после этого. Вот, и с переломами у меня дочки в садике умудрились руку сломать, дернув ее за... Ну, то есть она шла, она упала, и воспитательница, естественно, нянечки называется перелом, да, то есть она ее чуть-чуть приподняла, учитывая, что у нас замечательный садик, у нас просто чудесные педагоги, у меня не было ни секунды к ним вообще никаких претензий. Но дети, они такие хрупкие, там можно подуть, и что-то не то случается, невозможно это предсказать. То есть у меня был какой-то гигантский гипс, в котором был где-то спрятан ребенок вообще, вот такой гипс гигантский наложили, у нас просто все, весь садик он так испугался, но и меня спрашивали, будешь ли ты вот там какую-то жалобу писать? Нет, ну, у меня нет вообще претензий к воспитателям ни на секунду, то есть я понимаю, что ребенок... То есть они его хотели обезопасить, они не тащили его там нигде ничего, ну, так получилось, как получилось. Такие травмы невозможно, в принципе, предотвратить, но ребенок может упасть, стукнуться и так далее. Но бытовая химия, многие врачи говорят, что в принципе почти 90% детских отравлений – это халатность родителей, которые что-то оставили на видном месте. Лекарства, химия – это страшные вещи, правда. Особенно химия, я думаю. То есть если лекарства еще можно промыть желудок, то с химией... Ну, всасываемость в кровь все равно идет на печень и внутренние органы дальше. То есть, ну... Конечно, можно, если все очень быстро делается, но... Лекарства бабушки от сахарного диабета, которые так понижают сахар у ребенка, ну что... Тоже все становится... Держите лекарства подальше. Лекарства подальше, химиа подальше, горячие напитки. А ребенок в другой квартире. Все в одной квартире. Очень важный тоже момент, что мы забыли еще сказать, что у родителей, у которых, например, есть частный дом, очень важно тоже загородки для лестницы. Тоже очень много травм как раз происходит. Падают, да? Из-за того, да, что дети падают и могут разбить голову, и всякие переломы быть. Так что это тоже очень важно. Не забывайте про это. Скажите, пожалуйста, вы, поскольку педиатры, вы, наверное, еще и психологи, потому что не с каждым ребенком надо найти язык. С каждым ребенком, вернее, надо найти язык. Мне кажется, это не так просто. Дети боятся, как правило, врачей. Ну, вообще, впечатление по вашему опыту. Я работаю в чуть более спокойном отделении, это гастроэнтерология, эндокринология, ревматология. Я бы сказала, что скорее это реакция родителя, которая передается ребенку. Ребенок еще не знает, чего бояться, в общем-то. Ну, когда маленькие дети. Но когда мама, а, давайте там трясти его, что-то успокаивать, сама такая вся сидит, боится. Ну, это передается ребенку. Если родитель спокойный, ребенку можно что катетеры ставить, что кровь брать, ну, все на свете. Он будет спокойный. Просто должны быть спокойные родители. Еще очень часто родители иногда-то пугают детей, если что-то случается, они сразу... Да, вот, дам тебя, сестричка. Пойдем к доктору, отдам тебя в больницу. И это такой парадокс, что дети начинают бояться. Они думают, что больница что-то ужасное и что-то плохое. Но, по сути, в больнице ничего плохого нет. Это просто место, где люди хотят, врачи, медперсонал, просто хотят помочь. Там ничего плохого нет. У нас вопрос радиослушателя. Можно ли эту брошюру где-то найти или купить, кроме как на... Во-первых, нужно напомнить, что мероприятие будет проходить на детской площадке Баррена 17 мая. Это 17 мая? Да, 17 мая в 14 часов до 19. Обязательно приходите. Можно же подключаться, так понимаю, в любое время. Да, в любое время. Да, вот там можно получить эту брошюру совершенно бесплатно. И будет ли она доступна вне этого мероприятия? Может быть, ее можно где-то скачать? Кто не успевает попасть, но, например, готов поговорить со своими детьми. В этом году у нас один из стратегических партнеров это ВЦА Поликлиник, ВСЛ Айбестайн Троп и Нейбе, которые будут у себя в поликлинике. Через какое-то время эти буклеты печатать, и они будут доступны. Но мы не хотим эту брошюру держать только для себя, что вот это наше, мы ни с кем делиться не будем. Как это, в очередной колец. Да, да, да. Это же, в принципе, доступные знания, которые мы просто сложили в одно место. И сейчас эти брошюры можно найти на стайте РСУ, если ввести The Notion Drosh название, там есть отчет о прошлогоднем мероприятии, и там совершенно есть две открытые ссылки и на русском, и на латышском, можно этот буклет скачать и посмотреть. И эта брошюра точно так же доступна? Эта брошюра будет точно так же доступна. Они отличаются от прошлогодних? Мы, одна из первых страниц, это, конечно, наши дорогие и любимые спонсоры, поддержка. Доктор Клоун здесь есть. Да, они были у нас в прошлом году. И очень-очень много этих всех компаний, которые там есть, и они меняются у нас с каждым годом. У нас кто-то уходит, кто-то приходит. Поэтому эта страница, конечно, новая. Обновляется команда организаторов. И плюс мы добавили несколько страниц, которые у нас новые две станции про безопасность на дороге, мы чуть-чуть более подробно рассказываем, и безопасный спорт. Мы добавили эти страницы и какие-то пересматриваем предыдущие документы, которые говорили о и говорят о том, что нужно делать. Мы их пересматриваем, они часто обновляются, каждый несколько лет мы их тоже просматриваем, и тогда меняем, если что-то... Поменялось. Да, рекомендации, рекомендации. У нас, главное, по тарелочкам, я так понимаю, Габриэла, в плане статистики, она с бумаги пришла. Я просто очень плохо с цифрами. Я так понимаю, Габриэла готовилась именно статистика нас удивляет. Если мы на шестом месте в Евросоюзе по детскому травматизму, кто на первом? Просто вот... Не знаете. Нет, вот мы смотрели, да, мы больше обратили внимание. Мне как раз... Знаете, когда в Севотве... Там литовцы вот тут вот у нас хуже, и в Севотве... Нет, ну мне кажется, по плохой статистике тоже можно всегда найти какого-нибудь соседа, который там недалеко от нас, но у него всё хуже. Давайте порадуемся, что нас лучше. Мы всего лишь на шестом, а не на первом. Мне ещё интересно, что самые такие тревожные показатели по тому, сколько детей тонут, да, вот ежегодно. Мне интересно, этот каждый случай в основном заканчивается тем, что у ребёнка не было круга, там, или каких-то защитных плавательных средств, или это было, несмотря даже на это? Очень часто бывают такие ситуации, где, опять же, родители не усмотрели. Были такие случаи, что, особенно в прошлом году, что люди просто засмотрелись в телефоне, и они не заметили, что ребёнок подошёл или, например, в саду есть какой-то пруд, или у озера отдыхают, или, например, маленький бассейн, и просто этот ребёночек падает в воду, и, к сожалению, тонет. Бывают такие случаи, которые, кажется, банальны, но случаются. Даже в бассейне, в саду. Да, да, даже в таких банальных ситуациях, как просто бассейн, который неглубокий, но всё-таки это ребёнок, он не умеет плавать, он может захлебнуться водой. Чтобы утонуть, и лужи хватит. И лужи хватит, да. Ну и дети, у них ещё такая способность моментально исчезать. То есть, ты как-то повернулся, так-то повернулся, и его уже нет. То есть, и он уже где-то там в ста метрах от тебя. Это вообще фантастическая способность, только детей. Взрослые так не исчезают. Или просто родители медленные. Нет, но правда, то есть, он смешивается с толпами, что он маленький, да, то есть, особенно, это как раз-раз, и всё, и нет. Вот пляж, это вообще моя вот вечная головная, ежегодная головная боль, потому что на пляже стоит эта будка с охранниками, да, как она, забыла, как они называются. Спасатели, да. И я внизу тоже с биноклью, потому что иначе же это невозможно, они моментально исчезают. И по поводу вот, допустим, таких трагичных случаев, те же спасатели, они постоянно проводят тоже образовательные мероприятия. Их вообще сейчас очень много достаточно, и они постоянно спасают детей, но всё равно их вот не хватает, да, и знаний родителей, я так понимаю, не хватает, как поступать в этих ситуациях. Я была на прошлом году на этой детской площадке, когда мы готовились к мероприятию, у меня было выделено какое-то время, когда я просто ходила и смотрела, и я заодно ещё понаблюдала за детьми. Честно, родители не сильно напрягаются, зачастую. Всегда интереснее достать телефон, посидеть в телефоне, потом «Валера, слезай!» А ребёнок уже просто куда-то убежал, ну нужно же как-то присматривать. Понятно, что есть такая ещё интересная вещь, что детские площадки, они не должны быть совершенно безопасными, иначе ребёнок тогда не учится следить за собой, быть осторожным телом, быть осторожным. То есть всегда детская площадка должна быть немножко опасной. Можно откуда-то упасть, откуда-то что-то не туда. Это всегда должно быть, чтобы ребёнок просто учился этого избегать, потому что иначе он вырастет взрослым, а взрослому человеку никто не будет уже там слать с столом. Валера слезает, да? Валера слезает, да? Валера слезает. Я сейчас по городу вижу всё чаще рекламные компании, когда, думая о том, как ты сидишь в интернете, изображена мамочка, сидящая в телефоне, который кормит своего ребёнка, и она засмотрела телефон, и ложку ему не ко рту подносит, а вот ко лбу. Да, да. Вот такая ситуация с тем же интернетом и телефоном. Родители не вовлечены в своего ребёнка. Всегда интереснее в телефон посидеть и ребёнку сказать фу, кака, к ноге, к ноге, и так далее. И вместо того, чтобы ребёнку, понятно, что он с первого раза не поймёт, нужно иметь какое-то терпение, чтобы ему 20 раз объяснить, почему горячая, почему не надо, почему розетку не надо, почему. Нам пора заканчивать. Я напомню, у нас сегодня в гостях были студенты Медицинского факультета Рижского университета имени Страдони, Габриэла Кронбурга и Полина Попейко. Приходите обязательно 17 мая, это уже пятница, в 2 часа в парк... Детская площадка на Барону. Детская площадка на Барону. 116А. 116А. Спасибо вам большое. Приходите и передавайте свои приветы.